здравствуйте друзья с вами геоэнергетика инфа максим радайкин и в походно-полевых условиях александр шарлов но мы александр поймали реально на бегу потому что новости горячие требует вот сиюминутного комментария александр тут творится что-то совсем уж интересное всеми наша любимая страна экстремальной демократии то бишь украина перекрыла возможность прокачки газа через одну из ниток газопроводов ведущих в европу и не теряя времени российская федерация наложила санкции на компанию владеющую газопроводом ямал европы то есть газпром не сможет при всем своем желании экспортировать газ в евросоюз по ямал европе то есть это перекрыт альтернативный путь доставки голубого топлива что вообще происходит поясните пожалуйста что вообще происходит это происходят интересные времена в которой мы с вами живем на самом деле два две параллельно идущих истории история связана с украиной заключается в следующем по сути сейчас шла прокачка газа по украинскому коридору через две газоизмерительные станции газоизмерительная станция служит как следует из названия для того чтобы померить количество газа которые заходят на территорию украины и это количество газа должно быть равно тому количеству газа который будет выходить с территории украины и дальше подаваться западным покупателям вот таких станций было две крупнейшая суджа и вот спорная станция которая находя через которую прокачивался газ который дальше шел по территории луганской народной республики но если раньше украина контролировали украина киев контролировали ту территорию по которой шел газопровод то ну в свете некоторых некоторых обстоятельств сейчас они контроль над этой территории над этой магистралью над этой части магистрали утратили и сейчас украина стала делать вид по крайней мере активно делать вид что это соответствует форс-мажору прописанному в контракте она не ну подразумевая что в силу сложившихся обстоятельств она не может в полной мере доверять тем данным которые поступают с этой газоизмерительной станции она ее не контролирует не глядя на то что там сидят ее сотрудники информация передается в автоматическом режиме и никто в работу станции в работу сотрудников не вмешивается то есть все идет в штатном абсолютно режиме это неважно все равно нам это все не нравится качайте через суджу насколько я понимаю сложившиеся обстоятельства суджа по сути является единственной газоизмерительной станции которая в полной мере контролируется киевским режимом но при этом сам оператор газотранспортной системы украины публикует у себя на сайте данные что через суджу мощность прокачки суджа мощность то есть не объем суточной прокачки не объем заявленной прокачки а мощность прокачки составляет 77 миллионов кубических метров газа в сутки а гарантированные контрактными обязательствами газпрома и и вот оператором газотранспортной системы объемы прокачки газа за сутки должны составлять 109,5 миллионов кубических метров ну как запихнуть 109 в 77 это большой вопрос но именно на этом настаивает украинская сторона что касается того а зачем это киеву ну то есть все все прекрасно понимают что станция работает люди там работают сотрудники вот этого самого оператора гтс украины в чем проблема ну проблема в том что украина учитывая ее заявление оставляла для себя возможность немножечко газа украсть ну потому что она говорила если вы будете качать через этот коридор мы будем отбирать равный объем газа и не выпустим их с территории украины что это воровство а это примерно 30 32 миллиона кубических метров газа в сутки надежность газоснабжения потребителей расположенных на той территории которую киев считает территории украины зависит от объемов газа прокачиваемых по магистралям то есть по тем самым транзитным газопроводом которые по которым российский газ качается в европу вот и таким образом прервав поставки газа по этому коридору украина надеется создать дефицит газа насколько я понимаю ситуацию а может быть если повезет и дефицит электроэнергии на неподконтрольной ей территории то есть с одной стороны может украсть туда а с другой стороны еще и соседу сделать гадость то есть со всех сторон все прекрасно это вот как бы вторая часть этой преамбула а в чем собственно проблема на будущее если сейчас заявка ну более или менее там подходит для того чтобы качать газ через суджу ну то есть размер ее превышает мощности ну ну там вот ну некий спорный момент возникает то есть украина не строя долгосрочных планов она вот пытается уколоть поддеть как-то вот вот нагадить конкретно здесь и сейчас ну и от этого может быть какую-то перемогу в информационном пространстве создать все за этим больше ничего нету никакой логики никаких никаких предпосылок для чего-то большего ну опять же вот сейчас они начали историковать что как-то так вы вы там в газпроме собираетесь не платить за транзит а там по сути высказались в том ключе что вы нарушаете украина вы нарушаете контрактные обязательства никакие никаких обстоятельств которые бы подпадали под понятие форс-мажора нет и значит одностороннее нарушение контрактных обязательств снимает и с нас эти обязательства то есть мы можем вам не платить погодите вы это же мы нарушаем контракты обязательства нам можно мы хорошие а ну и что что мы их нарушаем в конце концов если нам можно значит мы будем это делать а вы продолжаете платить ну то есть логика вот такая и параллельно с этим возник вопрос польши польши ну проблемы с польшей начались не вчера не позавчера не будем шутить про там триста лет веселых историй взаимоотношений это это лишнее если брать газовые вопросы то обострение отношений началось в десятых годах многочисленные были обращения польши в суды газпром ходил в суды против польши в общем перебрасывались исками то газпром выигрывал то польша выигрывал то опять газпром то польша в общем бурная бурная плодотворная жизнь у людей была и поляки всеми силами старались не допустить запуска полноценного северного потока потом не допустить запуска северного потока 2 в общем последние годы были особо бурными и один из сюжетов в этих вот сложных взаимоотношениях это сюжет связанный с функционированием газопровода ямал-европа в мае 2020 года закончился срок действия долгосрочного транзитного контракта на прокачку газа по польскому участку ямал-европы польский участок принадлежит компании европолгаз которые которые по большей части принадлежит в общем-то польской стороне и собственно вот газпрому там есть еще маленький хвостик принадлежащий еще одной компании но ее мы даже не будем учитывать и после мая 2020 года газпром перешел во взаимоотношениях с польшей на аукционную систему поляки кричали что нам не нравится контракт нам не нравится как как мало денег мы получаем мы хотим вот рыночных отношений они получили рыночные отношения но как говорил дмитрий анатольевич медведев если я правильно помню автора цитаты не надо путать демократию с благополучием вот понимаете не надо путать демократию с бога благополучием и рыночные отношения с благополучием тоже вот эти не надо оказалось что газпрому не всегда нужны мощностью этого газотранспортного коридора и когда они ему не нужны он не приходит на аукционы мощности не бронирует и что самое ужасное не платит деньги то есть это 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 было конечно же абсолютно недопустимо польская сторона впадала в истерику она но откровенную истерику это даже не фигура речи то есть там были заявления на тему что мы увеличим тарифы на прокачку ну то есть когда рыночное отношение вашу пользу это все хорошо это рыночные отношения в нашу вашу пользу а когда тарифы на прокачку это это вот погодите погодите что это вы нам не платите мы сейчас сделаем так что даже если вы будете платить меньше, мы заставим вас все равно платить столько, сколько нам надо. Нам таким замечательным. Но не все их угрозы были реализованы. И тут вот подвернулась ситуация 2022 года, которая как полякам казалось, вообще развязала им руки. В рамках этого развязывания рук польская сторона сказала, а вы знаете, вот Газпром владеет частью этого коридора, владеет частью трубы, а мы запрещаем выплачивать ему дивиденды. То есть какие-то деньги получает же эта компания, получает. А что это эти деньги идут одному из акционеров? Это несправедливо. Они должны все нам идти, все должны деньги нам, а не вам. То есть со всех сторон Польша просто пытается урвать хоть кусок денег от этого коридора. То есть отказались от долгосрочного контракта, не получилось. Попытались ввести большие ставки, не получилось. А вот мы вообще вам перестанем деньги платить, сказали они, и тут оказалось, что в эту игру, опять же, можно играть вдвоем. Можно просто запретить пользоваться этим коридором. Точнее как, не пользоваться этим коридором, а запретить выплачивать деньги, то есть ввести какие-то коммерческие отношения с компаниями, которые подпали под российские санкции. А так получилось, что компания-владелец польского участка Ямал-Европы подпала под российские санкции. И Газпром, может, и страшно хотел бы, но не может выплачивать ей деньги. Значит, что? Значит, пользоваться ну, как бы коридором, наверное, можно, но только бесплатно. Вот если вы бесплатно нас пропустите, тогда да, тогда, конечно, мы прокачаем. А за деньги нет, извините, мы не можем. Мы бы рады, но мы не можем. Вот так сложились эти обстоятельства. Создает ли это угрозу для, ну, скажем так, европейского рынка? И да, и нет. Если мы посмотрим на реакцию этого самого рынка, то после достаточно продолжительного периода относительно низких цен и ужас, относительно низкие цены, про которые я сейчас говорю, это 950-995 долларов за тысячу кубических метров, и да, по нашим временам это все задарма. Вот. После продолжительного периода вот этого периода относительно низких цен, сегодня цены взметнулись вверх на европейских площадках, потому что любая новость, касающаяся поставок газа из России в Европу, приводит к панике на европейских рынках. Ну, кто-то этой паникой успешно пользуется, паникуют в полной мере небольшие игроки, а профессиональные игроки на этом рынке наживаются в этот момент. Вот сейчас кто-то очередное небольшое состояние с калачкой. То есть текущие ситуации с ценами не надо расценивать, простите за тавтологию, в том смысле, что ну все, вот есть дефицит поставок, его цены выросли. Нет, цены выросли именно из-за паники. Вот есть ли дефицит поставок или его нет, станет ясно в течение следующих двух-трех дней. Вот. После того, как станет ясно, что при текущем уровне спроса и текущем уровне заявок на российский газ надежность газового снабжения скорее всего, скорее всего, не пострадала, цены, опять же, скорее всего, снизятся до более-менее приемлемых величин. Опять же, до этих ужасно низких отметок около тысячи долларов, а не 1100, 1200, 1300 и так далее. Вот. И здесь мы приходим вот к какому моменту. Сейчас спрос на газ, как и во второй половине 2021 года, относительно низок. То есть спрос на газ очень сильно был прибит двумя обстоятельствами. высокими ценами и замещением газа углем. И сейчас предпосылок для того, чтобы спрос рос, нет. Однако нам предстоит лето. Если лето будет жарким, если возникнет летний пик спроса, и от текущего уровня поставок в Европу в полмиллиарда кубических метров в сутки, поставки будут вынуждены, поставки будут, будет необходимо увеличить, ну, на 100-200, может, 300 миллионов кубометров в сутки. Тогда нужны будут все имеющиеся мощности. А это означает, что тогда действительно может возникнуть дефицит. Тогда может возникнуть дефицит, который может быть решен, ну, который может быть парирован двумя способами. Либо решается, точнее, даже тремя, но один фантастический. Либо решается проблема с Польшей и Украиной, и все необходимые мощности задействуются на этих направлениях. Либо Европа смирится с тем, что цены на ее биржах будут стабильно в течение всего пика спроса выше, чем цены в Азии. И это будет означать, что продолжится ускоренными темпами падения спроса, при том, что европейская экономика, европейские простые потребители продолжат переплачивать огромные суммы за газ. Здесь цены выросли, все туда побежали. Здесь дефицит цены выросли, все туда побежали. И вот так и будут туда-сюда бегать, а цены будут расти. Это если не решить проблему, опять же, с поставками из России. И фантастический способ. Там, на севере Европы, лежит один такой газопровод, по которому газ можно начать получать уже сейчас, в сию секунду. Просто ставите подпись под парой тройкой бумаг и говорите, выпускайте Кракен. И Кракен в лице Северного потока-2 начинает работать. И по нему идут коммерческие, пусть в тестовом режиме. Вот такие тестово-коммерческие поставки российского газа. То есть у Европы нет проблем с мощностями. У Европы нет проблем с поставщиками. Ну, с точки зрения вот объемов. У Европы есть проблема с моделью рынка, неадекватным политическим поведением отдельно взятых членов Евросоюза и с неадекватным поведением отдельно взятых стран, которые очень стремятся в Европейский Союз, но их туда не пускают. Вот. Спасибо за разъяснение. Будем следить за развитием событий. Вот третий вариант мне очень понравился, но посмотрим, как карта ляжет. Да уж, да уж, да уж. Но это фантастический вариант, это вряд ли. В общем, спасибо, Александр, что поймали вас так на бегу. Подписывайтесь на Александра в соцсетях. Дзен, ВКонтакте, Телеграм. Все будет в описании. До новых встреч, друзья. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин